Этот ролик является своеобразным продолжением ролика про то, кого можно и нельзя ненавидеть. Если вы еще не смотрели, то вот подсказочка вылетела, залетите, посмотрите его перед этим. Собственно, почему я считаю это важным? Потому что, в принципе, мы живем во время вечной информационной войны. Это не преувеличение, просто это всеобщая война, такая гражданская, только граждан планеты типа. Все объединяются в маленькие группы, нагоняют друг на друга, и в итоге разбираться в этом довольно сложно, однако разбираться в этом нам всем предстоит, поэтому я считаю важным озвучивать какие-то наши социальные такие проблемы, дебилизмы и просто выносить это на обсуждение, потому что это тоже, я считаю, самым важным. В общем, здрасте, вы на канале Сейн, и давайте уже начинать конкретно. Это памятник рыбаку, а ты ебани по колокольчику! Тема этого ролика «Не люблю, равно не понимаю». И вообще, откуда берется непонимание? Дело в том, что мир действительно перенасыщен, и все схватить невозможно. Каждый день из самых разных социальных сфер прилетают новости, на это нужно как-то реагировать. Тот-то так-то про того-то сказал, а ты даже и первого не знал, и второго знал чуть-чуть, и нужно как-то понять, что ты об этом думаешь, потому что тебя об этом сегодня друзья спросят, а ты такой «Да я их не знаю, как-то стыдно!» И поэтому на все подряд, что появляется, навешиваются ярлыки. Так просто нам проще. Мы приводим действительные вещи, они всегда сложные, неоднозначные, мы приводим их к какому-то простому общему знаменателю. Отсюда берутся социальные стереотипы, сексизм, да вообще что хотите. Вот когда вы видите, что кто-то о ком-то говорит какой-то просто бред, то есть как будто из головы выдумывает совершенно не относящиеся к реальности, не объективные, откровенно глупые иногда вещи, то он просто наклеил на это ярлык. Ему просто, у него не было времени разобраться, сложно его за это судить, потому что все мы такие. Он как бы нашел, что сказать по этому поводу, но на самом деле дырка абсолютно осталась. Она просто замаскирована подобием мнения, этим ярлыком. Навешивать эти ярлыки это окей, мы не сможем от этого избавиться, этого избежать, но дело в том, что мы постепенно перестаем отдавать себе отчет о том, что это был ярлык. Так как он уже навешан, и это мы высказываем это как свое мнение, и вроде бы так это воспринимаем, мы дальше продолжаем это озвучивать, и сами как бы верим в собственную ложь. Из-за этого у нас до сих пор существуют там войны наций друг с другом, или войны каких-то социальных классов. Огромное количество социальных разногласий, каких-то реальных принципов, по которым живут люди, построены на абсолютной хуярге. Например, ненависть к ученым. Вы понимаете, что реально на планете есть живые люди, которые ненавидят типа всех ученых, потому что считают, что они все там служат сатане, а получают деньги с запада, не важно какие причины. В принципе, это в 21 веке есть. Вот мы изобрели там адронный коллайдер, дохуя всего, у нас Тесла ездит без бензина, мы скоро научимся весь мусор нахуй перерабатывать, и потом его сжирать, и он будет на вкус такой же, как самый лучший бургер, что вы, блядь, ели в жизни. Но у нас есть люди, которые ненавидят ученых. Это реальность. При том, что сами ученые, это объективно лучшие люди, что у нас есть. Это они самые умные, самые полезные, как правило, абсолютно сознательные, и вообще, ну то есть, нечего вообще плохого про них сказать. Это лучший народ, буквально. Но при этом, есть люди, которые их ненавидят. Знаете, мы не подводили к этому моменту, и вообще в этом парке я первый раз, но вот этот вот ярлыковый зажим в себе нужно не просто перешагнуть, а знаете, перепрыгнуть. Но зачем это делать? То есть, понятно, что есть какой-то такой альтруистический интерес, типа, чтобы стать лучшим человеком и относиться к людям объективно и справедливо. Но помимо вот этих вот розовых горизонтов, есть и вполне реальная опасность. Дело в том, что действительность сложная, для этого нужны ярлыки. Но есть огромное количество людей, которые наживаются на том, что объясняют реальность простой. Каким-то образом приводят к общему знаменателю вот это вот все бесконечное количество сложностей, которые нас окружают. Например, секты. Любая секта работает по принципу, что выдает тебе строжайший свод законов, ограничивает тебя от других членов общества, которые не являются частью секты, и объясняет все происходящее. Почему кто-то тебя недолюбливает, потому что он враг, и не понимает там высшей цели, нашего догмата, или чего угодно другого. Почему что-то кажется хорошим, но при этом может принести зло, потому что это скрытый враг там нашего верховного бога. И таким образом объясняется все происходящее. Очень часто, почему до сих пор секты собирают такое количество людей в себе, даже если они проповедуют, какой-то, ну, абсолютный бред, если просто его прочитать. А именно потому, что эти люди потеряны. Когда они не смогли справиться с своей жизнью по разным причинам, жизнь заводится в такие ситуации, в которых вот ты реально думаешь, что вот сейчас все, я просто не знаю, что делать дальше. По сути, половина художественной литературы об этом. Когда ты думаешь, что все уже потеряно, ты не смог найтись и разобраться, приходят люди, которые говорят тебе, что они твои друзья, просто потому, что есть какая-то книжка, или просто потому, что можно делать какие-то взносы, и все станет ясным, понятным и замечательным. И похожими методами, хотя гораздо более жесткими, действует огромное количество других сообществ. Вы прекрасно знаете политические лагеря, которые там грызутся десятками, десятками и десятками лет, при том, что оба этих лагеря могут не иметь никакой власти, никакого влияния, никакого смысла, а просто вечно грызть. И теперь можно раскрыть начальный вот тезис этого ролика. Не люблю, равно не понимаю. Помимо каких-то вещей, которые всплывают, просто как часть новостной ленты, как там какая-нибудь криптовалюта, феминистки, или что-то такое, просто кто-то чем-то занимается, громко об этом кричит, и вам нужно это за бутылкой пива там сегодня обсудить, и поэтому стоило бы разобраться. И это скорее фактор общего развития в современности. Там шоу Ликея, не школьные вопросы. Но дело в том, что есть и школьные вопросы. И если это кажется неважным, то задумайтесь, какие предметы, будучи школьником, вы прям ненавидели. Они стопудово есть, и стопудово это что-то важное. И химия, и биология, и литература, и все вот это, оно в действительности имеет значение. Да, ваша школа была ужасна. Да, ваши педагоги, возможно, были совершенно некомпетентны, и вообще вся эта затея целиком не имела никакого смысла, и там 90% людей, которые в этом участвовали, не вынесли из этого ничего полезного. Но сама задумка, она до сих пор работает, при том работает по всему миру, и это как бы норма. Другое дело, что мы ее не вывозим, но однако вы, как человек в современном обществе, должны были все это получить по задумке, которую одобрило мировое сообщество, которое в любом случае как бы лучше знает. У меня, например, таким предметом была химия, и вполне возможно, в ближайшее время меня жизненные обстоятельства заставят в этом разобраться. На данный момент я химию не знаю от слова совсем. Вот, например, рядом с химическим элементом написаны какие-то циферки, их вроде... То есть, есть одни циферки, есть другие, и я не знаю, что одно и что второе. Возможно, что-то из-за валентности, но я не знаю, что такое валентность. И вполне вероятно, мне придется это все выучить в ближайшее время. И если раньше на меня это нагоняло какой-то ужас, то сейчас я к этому отношусь абсолютно спокойно. И вот сейчас публично даю обещание, когда я через все это пройду, я расскажу, каково это было нырять в область, которую ты все это время ненавидел. Мне кажется, все получится, и это вообще не сложно. Я понимаю, что все это звучит как какая-то... как пропаганда зожа. Вот то же самое, что вам говорят «Не кури, не пей, не приближайся ни к чему, что портят твое здоровье, там ни к жареному, ни к соленому, иди на турник, здоровье главное». Это звучит слишком натужно, и, возможно, так же звучат и мои слова про саморазвитие. Но дело в том, что, возможно, да нет, точно, вы встречали людей, которым постоянно нечего делать, которым ничего не интересно, они не знают, что они будут делать дальше, не имеют представления о том, что будет завтра, послезавтра, и когда вы с ними общаетесь, это всегда такой мемчик, типа «Йоу, что делаешь после вуза?» «Ха-ха!» Понятия не имею. «Йоу, что делаешь там в четверг?» «Какие у тебя планы, занятия?» «Что вообще по жизни будешь заниматься?» И они такие «Ха-ха-ха!» «Да кто бы знал, повешусь!» И вы такие «Ха-ха-ха!» Но на самом деле это очень печальная ситуация. Я однажды, возможно, соберу ролик «Трагедия русской молодежи». Я его давно обещал, и просто каждый раз, когда я начинаю за него садиться, я понимаю, что должно быть много роликов, столько всего нужно перепроверить, перенаписать, поэтому он никак не разродится. Поэтому я им никак не раздражусь. То же самое про список Магнитского. Для этого всего нужна такая форма, чтобы оно не было скучной презентацией в шестом классе, чтобы оно вот так не выглядело. Или не выглядело, как просто пустой пиздеж с постоянными заиканиями. «Ах, да, это и есть мой контент». На мой взгляд, люди, которым ничего не интересно, ничего не хочется, это все те, которые просто в своем сознании нормализовали это «не нравится равно не понимаю». И они просто большую часть вещей, которым предлагает им реальность вокруг, они ее не понимают, а, соответственно, и не любят. И, соответственно, вот ничего и не нравится. Просто им то показали, они как не захотели углубиться. Показали другое, они попробовали разок, ну, что-то сразу не пошло, ну, значит, тоже не нравится. И в итоге они превращаются в серых овощей, которым самим ничего не интересно, они не способны к принятию никаких решений. И в итоге как раз-таки какие-то хуйни типа секты, сетевой маркетинг, МММ, финансовые пирамиды, букмекерские конторы, вся самая тупая хуйня, я повторяю в свои предыдущие ролики, но это все существует только за счет вот таких вот социальных ошибок. За счет того, что в нужный момент никто не сказал разобраться в вопросе и не мается хуйней. Надеюсь, я сейчас произнес это в необходимый для вас момент. Или, может, не для вас, а вот предыдущего, кто посмотрел этот же ролик. Но ты все равно можешь как бы лайк поставить и там нажать подписаться, зайти на камерный канал, посмотреть интервью с шикарными актерами, зайти на мой патреон, купить 50-долларовую подписку и получать охуенную музыку из паблика. А еще, спасибо большое, что посмотрел, ты знаешь, где кнопка подписки. Абру!